Привет всем, с вами Люк, мы снова на закрытом ПТС сервере русской классики, русской классики Lineage, да, вот так вот. И сегодня у нас будут орки. Ребят, да, действительно, за темных эльфов там немножко больше, народу кричало, что вот мы хотим темных эльфов. К сожалению, технически сейчас я их не могу сделать, там нет билда на темном эльфе, вот, а на чаре с билдом там сделаны квесты уже темного эльфа и нет возможности их записать. Вот, пока что я запустил обычного орка, вот, чтобы показать, во-первых, где появляется он, появляется он где-то вот здесь, вот, ну, может быть здесь будет какой-то разброс, конечно, Может быть кто-то будет появляться там подальше, но суть в том, что до помощника новичка, вот, в любом случае, сейчас нужно какое-то время бежать. И вот так вот у нас, кстати, подсвечивает, сейчас мы с ним поговорим и снова... Блин, я все мечтаю выбить этот несчастный синий кристальчик. Должен же он мне когда-то выпустить. Что такое? Ну, самое интересное, что один раз он... Во! Ну, наконец-то! Давай сюда соски. Вот, видите, дал он нам физических сосок. Немножечко. Так, ну и еще предупреждаю сразу, что сейчас я буду жутко тупить, потому что я вообще не в курсе, что, как тут делается. Вот, пойдем вместе с вами сейчас по гайдам. Поехали! Кстати, ребята, еще такой маленький момент, чуть не упустил из виду. Смотрите, помимо сосок нам дает еще свиток телепорта путешественников 5 штук и зелья скорости для путешественников. Так что этот синий кристальчик, он... Блин, он крутой, он не только соски дает. Офигеть! Вот, в общем, будете знать. Так, ну теперь точно идем дальше. Итак, мы выбегаем с вами из вот этого вот зданица к храму Пагрио, по всей видимости, и бежим сразу же в деревню, чтобы взять первый квест, который дается у нас со второго уровня. Не знаю я, где этот дымбаций находится, но где-то он находится, кстати. А, вот, вот он. Да. И давайте посмотрим, какой он квест нам хочет дать. Согласен мы с ним, разумеется. Так, и посмотрим, что он хочет. По-моему, здесь примерно из... Из той же... Из той же... Как это называется? Из той же оперы. Вот, пробегись везде. Собери все и получи что-то. Кстати, получаем мы дубину новичка, у которой физатака 9 и магатака 7. Прям сходу нам хотят дать оружие. Может быть, не самое топовое. Далеко не самое топовое, но хоть что-то. Итак, первый НПЦ Варкис, вождь Атуба, находится у нас... Да, вот этот вот квест у меня в процессе. Видите, вот у нас здесь 5 итемов. Они, соответственно... Мы у них берем, что ли, мед какой-то мы у него взяли. Следующий НПЦ, судя по гайду, находится напротив бокалейной лавки у нас. Так, вот бокалейная лавка. Вот он, да, наверное? Да, совершенно верно. Берем мы квесты у него. Так, следующий НПЦ. Далее идти в магазин магии и поговорить с торговцем. Так, ну а Гроссель считается магазином магии, правильно ведь? Правильно. Побежали в Гроссель. Ну да, он Magic написан. Так, и здесь нам нужно поговорить с... Где-то куда? Аска. Ювелир. Давай сюда свой квест. Отлично. Ну, тоже здесь, видимо, нету строгой последовательности. Как соберете, так соберете. Следующий. Идите на склад. Смотритель склада. Склад у нас... Вон он. Воркская деревня? Вообще не разберется. Почти никогда не играл за ворков. Так, и здесь у нас... Кто? А, вот он. Грукин. Отлично. Ну и последнее у нас... Прах паука нужно получить. Кто же нам его даст? Нам его даст... Магазин оружия. Магазин оружия. В целом, знаете, такая компактная достаточно деревня. Здесь все очень близко. Ради вот этой палочки стоит сбегать. Так, теперь кто из них? Торговец Кунай. Отличный у него никнейм. Еще и женщина. Все, мы все получили. И, видимо, нам к Центуриону надо возвращаться. Да. А стоит он, я напомню, у выхода. Или у входа. Кому как нравится. Да, у нас здесь не часовые, а Центурионы. Давай сюда палку мне. Сказать, сказать, что мы забыли. Еще мы что-то... Возьмите все подарки. Так, а что мы забыли? Подойдите... А, так, стоп, стоп, стоп. Нет, это я все получил. Так, этого нашли. Нашли. Раз, два, три, четыре, пять. А, их шесть должно быть. Раз, два, три, четыре, пять. Еще что-то нужно взять. Найдите торговца АСКО. Спощадный. Так, давайте смотреть, что мы пропустили. На площади напротив магической лавки говорили. На лестнице говорили. В магазине магии говорили. В складе говорили. В магазине оружия говорили. А, подойдите. У магазина оружия еще кто-то должен быть. Интересно, а почему это мы в пять? А, да. Вот к этому чуваку, в общем, еще нужно подойти. Во. Прикольно. А почему-то вот здесь вот ее не было, да? Морской сферы. Странно. Ну, ладно. Будем знать теперь. Все, он теперь наконец-то отдает нам Центурион эту дубину новичка. Да, ребят, вот этот скилл кражи жизни, вампирик который, появляется с седьмого уровня. Просто я его себе нарисовал, чтобы сейчас проще качаться. Не качаться в смысле, а квест выполнять. А так он появляется с седьмого уровня. А до седьмого вам придется палкой ковырять. Какие тут вон скиллы есть. Ну, четвертый. Что? А сон уже седьмого, да, появляется? Я просто в ворках вообще не шарю. Ну, прикольно. Итак, квест четвертого уровня. Называется у нас Доказательство доблести. Кстати, кто-то там спрашивал, можно ли я там на тридцатом буду приходить и доделывать квесты. Ну, ребят, вот, например, Доказательство доблести 4-8 квест. То есть, после восьмого, то есть, включительно, да, после восьмого, я так понимаю, вам уже не дадут этот квест. Итак, у нас предлагают набить 80, ой, 80, 50 кого-то. Сейчас посмотрим, кого. А, это тоже у нас повторяющийся квест. Клык волка к хаши. По всей видимости, надо будет убивать волков. Пойдемте посмотрим, где они есть вообще. И это вот а-ля квест с феечкой у эльфов. Там и... В общем, тоже аналогичные, похожие квесты. Набей 50 и получи рандомную награду. Да. Какую-нибудь хрень опять дадут. Давайте посмотрим, хоть как падает. А, и просили меня демку подбирать. Четыре. Это вообще не упало. Блин, а МП с этим скиллом вылетает? Надо винстрайк себе нарисовать. Сколько он стоит МП? 27. Ну да. А тот же винстрайк, например, 9 на первом уровне, по-моему, стоит. Или 8 вообще. А что так волков мало? А, видите, еще вообще нам показывает, что еще вот внизу можно их набивать. Так, а там дальше больше нету, да, волков? Не, ну вон еще есть. Четыре адены. В целом, итемы-то падают с каждого. О, даже по два итема падают с некоторых. И это не ПА. Это не Х2. Дроп не идет Х2. По поводу кнопочки магазина. Там все, вайн какой-то поднимали. Он пустой. Тут ничего нет. Это я сейчас пока вспоминаю, что там спрашивали. Пытаюсь отвечать. Волки воют. Естественно, это тестовый сервер, поэтому не стоит на это внимание обращать. А под панелькой она у меня, потому что я на лайве так играю. Я кнопку магазина под панельку всегда прячу. Мне так привычно, чтобы она мне не мешалась. Все, тут волков больше нету. Я так понимаю, что я уже далеко забрел. Давайте протанемся. Блин, ну нет. Так, остановись, орк. Давайте протанемся вот сюда. Здесь не нарисовано, что... А, ну вот здесь вот волков побольше уже. О, даже апнулся. Слушайте, ну стабильно 4 аденки с них падает. А, вот 3 иногда. Ну и итемы с каждого идут. Так, сдаем мы, ребят, квест. Кстати, вот для тех, кто не ориентируется в деревне орков, это в частности для меня. Она как бы состоит из трех выходов всего лишь. То есть первый ведет у нас к храму. И есть еще северный и южный. То есть, в отличие от тех же эльфов, ориентироваться намного проще здесь и легче. Все, сдали мы квест. И что нам дали? Ожерель новичка. Ну, норм. А, это у меня, кстати, еще... Ой, почему не одевается? Почему не одевается? Что за хрень? А, господи. Все, туплю. У меня же есть ожерелье. Я просто привык, что ожерелье оно в центре. Я думаю, здесь будет. Оно одинаковое с тем, что в людской нам, да, давали? Да, прямо идентичное. Так, бежим дальше. К следующему квесту. Итак, квест Гнев предков. Пятый-шестнадцатый уровень. Левиана нам его дает. Говорит, в тронном зале. Ну, по всей видимости, вот это тронный зал. В общем, основное здание. И здесь, видите, квестики на мини-карте отмечаются. Мы его даже еще не взяли, а вот он у нас уже здесь есть. Так что найти будет не очень трудно. Соглашаемся мы с ней. Что же она нам даст по итогу? Так, сто аден она нам даст. И пятьдесят... Опять пятьдесят. Что такое? Так, долина героев. Давайте посмотрим. Гоблин, грабитель... Господи, это одно название. Гоблин, грабитель, могил, север, плато без смерти. Что? Где запятые? А, я, кажется, понял. В долине героев это гоблин. Гоблин, грабитель, могил. А северное... Север плато без смерти это предводитель гоблинов. Грабителей могил. Предвод... Что так мог называться? Предводитель гоблинов, грабителей могил? Ё-моё, мне стало интересно даже. Пойдемте смотреть. Так. Здесь, скорее всего, с северного выхода удобнее выбегать. Хотя, в принципе, без разницы. Южный, северный. Так, я здесь пока вижу волков. А где гоблины? Импов вижу. Без, точнее. Вон, гоблин, грабитель. Действительно. Блин, я хочу увидеть предводителя гоблинов, грабителей, могил. Так, и там сразу дали. Что там 50, здесь 50. За что-то корков не любят корейцы. С другой стороны, вы все равно качаетесь, можете идти и брать эти квесты. Даже тот, наверное, полезный, потому что волков много. Ну, как, относительно много. Вы их все равно будете убивать. И там писали, вот, ты, говоришь, бесполезный. Одни говорят, главное, что квесты бесполезные. А другие говорят, что квесты небесполезные. И те, и другие говорят, что я неправ. Вот. Ну, а я считаю, что нужно баланс какой-то выбирать. То есть, какие-то совсем ненужные квесты не делать. Блин, а чего так мало гоблинов? Может, конкретно здесь их мало? Ух ты, мне даже что-то выпало. Ожерелье. Ну, вот, кстати, обжерелье, которое с гоблинов падает, оно похуже, чем то, которое нам по квесту дают. А потому квесты в любом случае дают ожерелье, как я понял. А еще могут дать, помимо ожерелья, баночку хп. Ну, вместе с ожерельем. Потому что давайте перенесемся вот. Вот-вот сюда. Блин, сделали бы карту такую же, как компас. Ой, а тут уже мобы какие-то стрёмные. Желтые на пятом уровне. Вот, предводитель гоблинов, грабителей могил. Охренеть название у момбы. Так, ну здесь тоже как-то вроде бы... А, да, Аден куда подбирать? 20 Аден с него, кстати, уже падает. Уже получится. Не 4. Блин, а 20 это много. Ну, то есть, если квест на 100, а это вот вы тут 5 мобов убиваете, а нужно их убить 50. То есть, опять квест такой, как бы заодно. Ну, что, опять 20? 17 Аден, ну нормально. Еще надо было назвать самый главный предводитель гоблинов, грабителей могил. Кстати, он розовый. Вот я что понял. На пятом уровне особо вы их не поубиваете. Я вообще не советовал бы гнаться за левелом моба. Лучше вы прокачаете лишний левел на, вот там, белых-зеленых мобах, чем будете страдать вот на таких. Так что вроде бы квесты на пятом уровне, но предводители... Либо на обычных гоблинах его делать. Ну, потому что реально, ребят, вы его будете... Я не знаю. Давайте вот возьмем эту дубину, которую нам по квесту дали. Просто посмотрите. Напомню, что вампирик на седьмом левеле появляется. Все, вы его не убьете просто. Он вас убьет, вы его нет. Ну, тебя в пень, чувак. Где моя плюс 50 убердрына? Так что забейте, вот, ну реально. Я просто до этого, там, ну не здесь, а вообще бил разных мобов и имею небольшое представление о том, насколько тяжело все это делается. Сколько тяжело это убив... Они убиваются. Так, ладно, перенесемся к тому моменту, когда я уже набью. И посмотрим, что нам дадут. Так, сдаем мы наш несчастный квест на 100 дн. Дают нам 100 дн. Отлично. Ну, повторяющийся он, опять же. И давайте смотреть следующий. Следующий квест у нас с шестого уровня. Знакомый нам уже вождь Атуба Варкис дает его. И должен быть не Варкис, а Кетерс. Соглашаемся мы с ним. Так, карта не нужна пока что. Ух ты, дополнительная награда, и Адена не определено. Давайте смотреть. У нас есть Долина Героев, Когтистый Бес, Охотник. Так. Плато, Матерый. Ясно. Значит, это у нас Долина Героев. И вот на Плато Бессмертия еще есть мобы. Судя по гайду, что у нас за награда? За каждый черный камень души Триадена, за каждый красный души. А что за дополнительная награда? Так, давайте, во-первых, посмотрим, как бьются мобы, что с них падает, с какой частотой падает. А потом еще мы с вами проверим одну фишку. В общем, говорят, говорил кто-то там в комментариях о том, что, мол, если больше 30 сдаешь, и там, и тех, и других итемов, дают дополнительно соски там или еще что-то. Я сразу скажу, что я считаю, что, ну, мне кажется, и это правильно, вот эти соски. То есть, награды-то поменяли в целом по квестам. Они не такие, как раньше. И, соответственно, вот эти соски, которые... Ух ты, чьи-то сапоги. Они теперь находятся в квесте на пушку, на 10 уровне. И нету их вот того стража, который давал повторяющийся квест. Раньше, да, раньше я помню. Так, охотник когтистых бесов. С него идет. Так, далее на героев. Когтистый бес, охотник, октистый бес. В общем, здесь нужно именно бесов набивать. Идет, вроде бы, пока с каждого. Так, Аденку просили, да, подбирать? 9 Аден. Ну, поближе к деревне меньше, и, соответственно, подальше там посильнее мобы, побольше Аден и падает. Что, впрочем, и логично. Так, квест витом пошел, а Аденка не выпала. Так, давайте посмотрим, что за квест витом. Черный, да, идет? А, видимо, там вот подальше будет красный идти. И, скорее всего, с него... И, скорее всего, с него побольше. Адены даются, а Акзайи там красный. Какой же черный какой-то болотный цвет. О, мана у меня кончилась. Отлично. Я доволен. Так, ну и последнего здесь убьем. Ух ты, щит. Это не... Я не ругался, это щит выпал. Кстати, давайте посмотрим, сравним вот с этим, интересно. 56, 68. Щит новичка, маленький щит. А так они похожи. Ой. А почему этот выглядит так? Оригинально. Так, я напомню, что нам пока что по квестам орков только вот это давали. Так, полетели мы с вами в следующую долину. Точнее, в плато бессмертия. Ой-ой-ой. Наверное, вот этот имп, да? Он еще и агрессивный. Кстати, с него тоже черный упал. С кого красный? Хорош, там ВКонтакте мне писать. Ух ты, что это там такое? Свиточек. Рецепт кожаные ботинки, 100%. Пойдем сейчас крафтить. Так, с бесов идет только... Матерый, когтистый бес. Где мои красные камни? Что за хрень? Почему только черные? Я уже всех мобов же поубивал. О, вот, красный пошел, наконец-то. То есть это рандомно, что ли? А глаза не агры? Нет, по всей видимости, глаза не агры. Здесь по 15, а да, он падает. Около 15. Вон 11. 11-15. Слушайте, тех уже 14. Красный вообще не падает. Надеюсь, сейчас волки не поагрятся все. Так, ну социальные бесы. Да, это понятно. Волки не агрессивные и не социальные. То есть между собой, может, и социальные, но вот... Да хватит писать ВКонтакте. Но... Но с бесами не социальные. Сбивают меня еще и смысл. Нету красных. Где? У меня уже мана кончилась. Понятно, что орки-то будут, скорее всего, в рукопашку в основном бить. И дрынам этим редко пользоваться, потому что он слишком уж много маны ест. Так, мы подбирали мы здесь аденку. Давайте попробуем сдать. Причем попробуем сдать сейчас прям много итемов. Итак, есть у нас сейчас по одному. Один красный, один черный. Давайте сдаем. 8 аден. То есть тут кап какой-то есть. Нельзя по 500 сдать, что ли? Итак, допустим... Ну не 500, ладно. 500 я загнул. Ну 100. Ну 100-то реально набить. Так вот. Если сидеть и набивать. 800 аден. Вот за 200 штук 800 аден уже дали. Не понимаю, какая здесь дополнительная награда. Понятно, что здесь какой-то глюк или на 1000 кап стоит. Я не знаю. Хрень какая-то. Предполагается, наверное, что вы 1000 итемов не набьете. Но не суть. В общем, за 200 800 дают. Ладно, пойдемте дальше. Дополнительную награду я никакую не увидел. Может быть там за какое-то количество дополнительное идет аден. Не знаю. Поехали дальше. И следующий квест нас ждет теперь только на 9 уровне. Итак, ребят. Как раз следующий у нас квест дает нам его префект Брукес. Опять же напомню, что вот на миникарте все они отмечаются. Если вы там не можете найти, вот легко. В главном здании очень много МПЦ находится, которые дают квест. То в одном тронном зале, то в другом. Так, дал он нам квест. Квест повторяющийся. Посмотрим. Так, 40. Так, почему 40? Ну ладно, пусть будет 40. А адена не определено, да? Цели охоты оборотень... Да, и 0 из 40. Оборотень Мараку и вожак оборотни Мараку. Где они у нас находятся? Давайте по карте... Ну по карте же посмотрим. Так, вот. Между Плато Бессмертия Север и Плато Бессмертия Юг. Где-то тут западнее всего этого дела и посередине. Вот они, эти оборотни как раз, которых нам нужно будет сейчас бить. На девятом уровне они нам белые. Блин, я думаю, что я так долго кастую? Уже нету. Я, в принципе, и так могу их бить. Но все-таки бафникс. Так, давайте посмотрим. Практически с каждого, да, вот я трех убил и с каждого идет. Так, в принципе, бывает у меня не нужно. Ну и здесь их прилично так. Ну хотя... Нет, наверное, не очень прилично. Так, кстати, ребята, вот эти вот зелья путешественника, скорость, они на 10 минут, вам могу показать. Это те, которые нам там в начале давали. Ну, только не этому персонажу, а другому, просто они у меня тут остались. Да, с каждого идет. В принципе, мобы здесь не агрессивные. Правда, волки социальные. Кстати, нет, волки сегодня социальные, что ли? Это далеко было просто. Так, ну и просили посмотреть, сколько Адены падает. Вот, там опять импай заканчивалось. 14, 10. Как-то так. Еще одного грохнем. Ну, нормально. Идет с каждого. В принципе, набить квест можно. Он повторяющийся. Ну и 40 штук нам надо здесь. Давайте посмотрим. Хотя Адена не определено написано. Вообще написано «Голова оборотня Мараку 5 Аден». Это написано в гайде у нас. Сейчас посмотрим, как на самом деле. Итак, есть у нас 40 штук. Возвращаемся мы к нашему префекту. Как его там зовут, забыл. Брукерс. Что же ты нам дашь? 200 Аден. Ну, логично. А почему, интересно, тогда они не... Как это сказать, не ограничены, а... Ну, наверное, можно больше 40 набить. Почему-то мне так кажется. Ладно, мы сейчас уже не будем это проверять. Итак, дальше у нас квест на 10 уровне, как я уже сказал. И здесь нам дадут пушку. Ну, должны, во всяком случае, поговорить... Да, и тут написано «В прохождении не уверен в точности». Ну, давайте сейчас проверим точность. Поговорите с главарем Уруту Хатасом в деревне Орков. Главарь Уруту Хатас. Так, а вот это не он случайный? Да, вот он. Хатас. Хатасом тогда. Так, а, вот он стоит. Вождь Уруту. Хатас. Так, берем у него квест. Давайте, во-первых, посмотрим, что дается. Дается меч. Почему меч? Дайте оркам дубину, я не знаю. Ладно. Физатака 14, мага атака 11. Ну, все побольше, чем в этой дубинке, да? Мага атака 7. Так, и куда он хочет, чтобы мы пошли? Он хочет, чтобы мы пошли... К северному выходу. Пойдемте. Не проблема. Так, в гайде написано поговорить с Центурионом Паругоном. Кто им там все имена придумал? Вот он, Центурион Паругон. Общаемся мы с ним. Так, дает он приказ Хатаса. Или Хатаса. Хатаса, наверное. Телепортируйтесь к пещере испытаний к северу. Найдите... Ну, телепортируйтесь мы не будем. К северу найдите квестового монстра Посланник Фаранги. И убейте его. И получите письмо человеку. Что? Так, ладно. Смотрите, у нас есть маркер. Действительно, мы... Ну, господи. У черта на куличках находится эта пещера. Так, а где в нее заход? Это же Кайнак. Где-то тут Кайнак был. Ладно. По всей видимости, заход в другом месте. А-а-а. Он же здесь, да, был заход? О, фак. Не тут, по-моему. Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Я, по-моему, помню, где заход. По-моему, он... Ну, вон там. Ух ты. Это квестовые монстры. А это вот не... А, ну вот это они. Да. Нам саму пещеру сейчас не нужно. Так-так-так-так. Так. И убейте... Посланник. Так, нет, это охранник. А, вот он. Смотрите, посланник один. Фаранги. А это у него охранники, типа. Орки убивают орков. Нельзя так делать. Ну ладно, поехали. Грохнули мы посланника. Сагрились на нас все вот эти товарищи. Блин, а... Да, я просто специально остановился посмотреть, как они будут бить. Это они по Devotion Set так вносят. Можно, наверное, будет как-то откайтить, поубивать... Ну, убить самого Фарангу, посланника, и... И все. И не париться. И убежать. Хорошо, это мы сделали. Дальше. Что от нас хотят? Давайте смотреть. Нас хотят обратно в деревню. Видимо, к Хатасу. Так, ну хорошо. Идем, допустим, к Хатасу. Вы там по карте, наверное, я надеюсь, запомнили, да? Где находился квестный монстр. Так, выйти из квеста нет. Я хочу продолжить квест. Что-то я убил моба и... Прикиньте, кто-то нажмет случайно. Так, письмо темному теперь. Что за письмо темному? Опять сюда надо лететь. Хорошо, давайте погодим, посмотрим, телепортируйтесь. Так, этого мы убили. Внимание, у квеста монстра 6 охранников. Да, но лучший способ его убить, это напасть сразу на него. И как только умрете, воскреснули в деревне. При этом персонаж может получить штраф смерти. Угу, 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 угу. Хорошо, ясно. Так, с Хатасом поговорили. Телепортируйте опять, значит, к пещере. Ну, давайте вот прямо на маркер сейчас протонемся. Что, опять его убивать? Что, опять посланников о ранге убивать? В чем прикол? Телепортируйтесь к пещере. Давайте по квесту уж посмотрим, что от нас хотят. Опять цель посланник форанги. Еще раз, что ли, его убивать? Он еще даже не резкнулся, наверное. М. Ну, хорошо, давайте подождем, что ли. Итак, наконец-таки отреспался этот посланник. Будем убивать его еще раз. Тут заглючил у меня мини-карты, по всей видимости, из-за ГМ-ских телепортов. Кстати, помню, я в хайде. Да. И так. Посланник форанги. Ну, давайте еще раз убиваем. Угу, опять нам пошел квест-вык. Слушайте, респался, он реально... Блин, ну что, обессос? Да. Респался, блин, с пушкой плюс 50. Судом удары не упил под бафом. Ё-моё. С импауэром. Блин, надо было некст-таргет вынести на панельку. Все, отлично. Ну, хорошо, возвращаемся мы теперь к нашему хатасу. Что же он нам... Он нам скажет еще раз идите. Офигенный квест, если туда еще раз нужно идти. Так, подходим мы к нему. Ну да, как видите, это еще... Продолжить, продолжить квест. Так, интрига закручивается. Это еще не конец, пишет он. Продолжайте поиски. Цель посланник фаранги. Мне уже нравится этот квест. Давайте посмотрим. По консультам пока респается. Так. Поговорите с головарем. Так, поговорили. Телепортируйтесь к пещере. И снова найдите послание к фаранге. И получить на этот раз письмо эльфу. Они издеваются, что ли? Один монстр! Тут, когда вот куча народа будет, вы представляете, что здесь просто будет? Бедные орки. Ё-моё. Особенно файтеры. У этих хотя бы дрыны есть. Опять залагала миникарта. Но это, да, это из-за телепортов. Появляется, в общем, он вот здесь вот. Прямо на маркере. Прямо на вот этой площадочке. Ну, может, есть какой-то плюс-минус у него, конечно. И респается он, я не знаю, минут пять, наверное. Ну, долго, в общем. Я что хотел сказать. Вот кто-то там ругался о том, что, я говорю, бессмысленные квесты. Во-первых, это меч. Во-вторых, ну да, чего-то он стоит. Ну, представляете? Во-первых, вам бегать вот это вот всё. Ну, у кого получится там раздобыть сои в самом начале для путешественника, классно. У вас будут сои. Вы, наверное, будете летать в деревню. Вот. Кто у кого не выйдет, я не знаю. Бегать. Сколько раз так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз в итоге, да? Придётся пробежаться. Если туда-обратно. Убить одного единственного моба, который ещё и с охраной. Вот. А в условиях огромного, огромного количества народу. Я не знаю. Если хотя бы там у эльфов и людей, у эльфов там этих монстров сколько? Восемь получается, да? И сначала там тебе первого одного из четырёх рандомно дают, потом второго одного тоже из четырёх рандомно дают. Вот это уже распределяются как-то люди более-менее по этим мобам. Потом они там респуются побыстрее как-то. Охраны там такой нет. Так настолько далеко бегать не нужно. Вот. У людей там тоже этих двух в зеркалах хотя бы их... Там достаточно ударить этой палкой, да? И его там убивают и всё. Уже квест ваш. То у орков какая-то просто жесть. Ладно, ребят, давайте мы перемотаем, потому что я так долго его тут чувствую, буду ждать. А, и респ у него намного дольше, чем у... Чем у тех всех квестовых монстров. Ужас, ужас. Свернул, в общем, игру, а когда тут начались кряхтения, я понял, что отреспились наконец-то киорки. Ну реально минут пять их нет. Давайте убивать. Что же с ним ещё делать? Где этот посланник? Всё, мне его в последний раз надо убить, ему в пене этих охранников у него. Я полетел. Да, 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 да. Да. Пока, ребят. Блин, я сейчас куда-то на крышу попаду. О, ну нормально. Нет, ненормально. Ненормально. Нормально. Так, убили мы посланника, но наконец-то даёт он нам награду. Смотрите, заряд души без ранга для новичков. Это какие? Это физические, да? Где они? Так, стоп, это полторы тысячи, это не те. Вот, вот эти он мне дал, три тысячи. Это старые, из прошлых квестов. Да, даёт он физические соски. И исключительно. Ну, попади. Во. И вот такой вот квест. И пушка. Это я вот сюда ставлю то, что мне здесь дают. Так, да. А, вот такой вот меч. Ам, что он такой коротенький? Это же меч? Не кинжал? Да, это меч. Коротенький меч. Ладно, поехали дальше. Следующий квест у нас с 11 уровня. А где моё хп, кстати? Это я падал, наверное. Итак, квест с 11 уровня даёт нам... Тантус. Вождь. Все идут в вождиску. Почему так много вождей? Соглашаемся. И коготь летучей мыши 70 штук. Слушайте, не понимаю, в чём смысл этого ограничения. Потому что тоже здесь идёт Итам, а точнее Адена за Итам. За каждый коготь летучей мыши 5 Аден. И давайте посмотрим... Ну, это в гайде у нас написано. Давайте посмотрим, что там в итоге получается. Опять нам нужно сюда заподнять. Только теперь нам нужно бить не волков, а летучих мышей. В целом на 11 уровне можно и тот, и тот какой-то взять. Там, допустим, качаться здесь, да. И получать Итамы и по этому квесту, и по тому. 20 Аден с летучей мыши. На 11 левле они белые. Оборотни тоже всё ещё белые. Око белое, только оно нам, наверное, не надо, да? Оно же нам не надо? Да, оно нам не надо. Идёт с каждой, но как-то их тут мало летучих мышей. То есть, если оборотни ещё куда не шло, то летучих мышей что-то совсем печально. Тут всё. Ночь. Там луна где-то там. Небо почти красное. Закат. А луны нету. Ладно, неважно. А летучая мышь ещё. Ну давайте сейчас 70 набить. Давайте сейчас попробую 71 сделать. То есть, нет, давайте сделаю 70 и попробую убить ещё мышку летучую. Мне просто интересно. То есть, сейчас сделаем. Итак, вот решил я не 70, а 69. Сейчас мы убиваем пару летучих мышей и смотрим, что у нас происходит. Так, бьём 70. Квест вроде как выполнился и исчез. Давайте убьём ещё одну и посмотрим, пойдёт ли с неё итем. Нет, нихрена. То есть, каждые 70 итемов, в отличие там от остальных деревень, да, где они ограничены, это всё. Каждые 70 итемов. А по прошлому квесту с оборотнями, по-моему, с оборотнями, да. Вообще 40 там было. И придётся в город бегать. В деревню. Не понимаю я, почему так сделано. Вообще, я вот сейчас, может быть, не очень объективное мнение. Кто-то скажет опять, что, во, ты не прав, орков самые лучшие квесты. Что-то мне кажется, что орков самые беспонтовые квесты вообще. И более того, скажу, что их меньше, чем у всех остальных. Потому что, вот, мы сейчас на 11-м левеле делаем квест. И, судя по гайдам, у нас осталось 2 квеста всего на 15-м уровне. 350 аден даёт нам орк. Ну, то есть, набили 70 штук, получили 350 аден и побежали обратно дальше. Хорошо, давайте, ребят, посмотрим, какие 2 квеста у нас ещё остались. Может, ещё какой-то найдём вдруг. Итак, квест на 15-м уровне даёт нас Провидец Танапи. Давай, дави, тащи. Ну, квест. Соглашаемся мы с ним. Что же, что ты от меня хочешь? Множество. Так, медведя он от меня хочет. Цель медведь Кхаши. Тотемный дух медведя Кхаши. А есть предводитель самых главных тотемных духов медведей Кхаши. Орков самые, видимо, последние расы, которые делали. И на мобов у корейцев уже фантазии не хватало. Они таким вот названием нагромождённым делали. Давайте смотреть. Протонулись мы. Сейчас ещё раз посмотрим, куда. Это север плато бессмертия. Здесь у нас пауки. Глаза. Не те глаза, что были раньше. Посильнее глаза. Давайте посмотрим на 15-м уровне, что у нас тут. Вожак оборотни белый. Ё-моё, он ещё и... Он ещё и агр. Где-то. Хорошо. Паук Кхаши, а где медведь? Так, давайте прям чётко придём на Марк. Ой, вон я вижу медведя. Сейчас это агро сагрится здесь. Так, но медведей куча это не один квест-монстр. Это обычный... Хотел сказать всё. Ам, так, нет, стоп. Давайте ещё раз смотреть. Награда, во-первых, случайная. Во-вторых, медведь Кхаши и тотемный дух медведя Кхаши. А где этот тотемный дух? То есть, как я понял, дадут вот этот кристалл Кхаши только с тотемного духа. А с медведей какая-то другая хрень набивается. Где она, где она? Паразит Кхаши. Нет, слушайте, нам нужно найти крутого медведя. Давайте искать крутого медведя. Мишка, мишка. Или он случайным образом должен выпустить? Ну, хотя нет, слушайте. Смотрите. Написано. Давайте попробуем таргет бить тотемный. Эй, медведь, не агрись. Не до тебя сейчас. Так, таргет. И напишем тотемный. Ну, ни хрена. А, это, знаете, может быть тотемный у него типа титул, а сам он дух. Вот пропишем таргет дух. Вот плохо не знать квестов. Блин, волк. Таргет плитар. А-а-а. Таргет дух. Ни хрена тут нет. Так, я что-то определенно не понимаю. Ну, центр этого поля, он вот здесь вот. Здесь только обычный медведь. Давайте гайд посмотрим. Отправляйтесь на полклабе смерти. Так. Пока не соберете... А, убивайте медведей каши, пока не соберете 60 штук. После этого появится... Угу. 60. Смотрите, вам все. Люк просто квесты сразу не читает. Дурацкая привычка. Что там валяется? А, это я убивал. В общем, нам нужно набить вот этих вот итемов. Алло, нельзя перенести на панельку квестовый-то? В общем, у нас их 8 штук. Нам нужно набить их 60. Давайте сейчас я сделаю опять же так, чтобы у меня было там 59. Убьем медведя и посмотрим, вылезет ли тотемный дух у нас. Итак, у нас есть 59 штук. Сейчас будем убивать 60. А вот прикиньте, убивая 60, он вылезает и кто-то другой вот так. Хренак. И все. Сейчас еще и не появится. Ну? Ну? Эй. Ну, блин. Может, их просто количественно надо убить? 60. Прямо обязательно. А может быть не 60? Что написано в самом квесте? Много чего написано. Множество серых медведей, они коричневые, на плато бессмертия стали одержимы к хаше, духом смерти и разложения. Это беспокоит пророка Танапи, бедненький. Так как серые медведи являются тотемным животным орков клана Хестуи, он просит вас убить одержимых серых медведей и успокоить их души. Во время охоты вы столкнетесь с тотемным духом к хаше. Убейте его и принесите пророку Танапи доказательство этого. Блин, не обманешь пророка. Ну, хорошо, надо убить 60 штук. Окей, я понял. Давайте сейчас я убью 60 штук. Так и быть. Ну, не на стрим. Блин, а он же вылезет. Ну, ладно, вылезет, я, короче, включу. Итак, вылез у меня медведь, причем на 70. То есть даже на 68 как-то. В общем, я не понял, в чем прикол. Но, тем не менее, медведь вылез. Вот так вот он выглядит. Ну, что, давайте убивать. Может быть на 80 итемах. Может быть на... Убил я мобов 20, вот так, чтобы убил, да? А итемов у меня было 68, по-моему, или что-то около того. Убиваем медведя. Белый у меня на 15 уровне. Да, все, пошел квест. Классный медведь, мне нравится. Ну, кто-то может и увезти у вас его, так что аккуратнее. Полетели мы в деревню. Отдадим доказательства нашу Морку о том, что мы действительно убили тотемного духа медведя Кхаши. Да, готов он нам уже выдать награду. Кожаные бриджи. Да, он нам. Такая музыка, она радуется, что ли? Так, вот что нам дали. Кожаные бриджи. Слушайте, вот это вот и все награды. По-моему, всех было побольше. Мы сейчас посмотрим, сколько это все стоит. Хлопковая туника до этого у меня была. Это у нас доспех легкий, 27 физзащиты. Так, ну и последний квест на 15 уровне. Так. Два телепорта в глудин, кстати, тут написано. Оберег хранителя портала, две штуки. Телепорт в глудин. Так, поговорить с хранителем портала. Ну, где хранитель портала? Это, по-моему, единственный ЛПЦ, который... Только хотел похвастаться, что я знаю, где он стоит-то. А, вот там, вот это вот там. Я знаю, 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 знаю. Так, разговариваем мы с хранителем портала. Соглашаемся ему помочь. Звездный камень, 20 шты. 20 шты. Давайте смотреть. Да, идем мы на плато. Кстати, а квест повторяющийся или нет? Во-первых, квест повторяющийся. Это интересно. Дальше награда амулет хранителя портала, две штуки. Так, давайте смотреть. Во-первых, кого нужно бить? Вот это, кстати, интересный квест. Сейчас попозже объясню, почему. Говорит, что для ее магии и телепортации нужна помощь тотемного духа паука. Чтобы заручиться ее поддержкой, необходимо постоянно приносить ему дары. Она просит вас собрать 20 звездных камней из серых големов. За это, вы смотрите, как раз бесплатно отправиться в глутин. Слушайте, мне многие говорили, и вообще я думал, что здесь будут сои в глутин. А здесь бесплатное отправление в глутин. Ну, давайте посмотрим. Интересно. Может быть, это какие-то передающиеся итемы, а может быть и нет. А где големы? Отлично. Может быть, у козла? Потому что големов-то я тут не вижу. Эм. И вообще, они на 15-ом тут уже все зеленые. Квест уверен, что он правильно нам показывает. Так, хорошо. А моб называется... Серый голем. А где мы с вами големов видели? Сейчас мы будем искать, но тут вот я не вижу их. Ай-яй-яй-яй. Слушайте, ребята, я его таки нашел. Господи, как я устал его искать. Вот он, этот серый голем. Находится он нифига не здесь. Я тут оббегал просто все, вот где отмечено. Ничего там нету никаких серых големов. Кое-где вообще написано, возможно, этот монстр был удален. Нет, не удален он. Вот он здесь есть. Ослабленная мага... Так, предельно сильная маг-защита. Ничего-нибудь упало? Может, ничего не упало с ним. Сейчас еще окажется, что вообще не его надо бить. Вот весело будет. Ну, где мои-то мы? А, Е, все-таки с него падает. Отлично. Хорошо, серый голем. А, в общем, давайте, открою еще раз карту, запоминайте. Вот тут есть парочка. Я больше не нашел. Я реально, я не только здесь. Я много чего оббегал. Слушайте, ну странно, не может такого быть, чтобы не было квестов, вот, там, в пещере испытаний, например. Сейчас мы поапаем уровни, посмотрим. Просто гайдов, это последний квест по гайдам, тут другого нет. На пятнадцатом он белый. Голем этот. Че их тут так мало? И так, по идее, добиваем последнего голема. Давай. И, по идее, нам не падает и там, так поэтому добиваем еще одного. Здесь с него упадет, а то мне в лень искать еще там доли. Отлично. Наконец-таки завершился у нас этот квест. Возвращает нас в деревню орков к хранителю портала. Сейчас будем смотреть, что он нам в итоге даст. Итак, вот он, амулет. Сразу скажу, что, опять же, квест повторяющийся, можно его взять еще раз. Вот, и опять набить двадцать големов. Точнее, больше, потому что не с каждого падает. Все, давайте смотреть. Вот он, амулет хранителя портала. Так, перемещай для перемещения из деревни... Именно из деревни орков в Глуден, видите? То есть, если вы там захотите... Во-первых, передается ли он? Да, можно выкинуть. А это значит, что передается. Можно, в принципе, наверное, отправить по почте. Но, так как деревня-то орков... Сейчас посмотрим. Да, можно и отправить по почте. Но, так как деревня оркская... Давайте попробуем сейчас телепортироваться в Глуден. Так, а... Телепортироваться с помощью оберега. Видите, есть специальный здесь пункт. И все, телепортирует нас в Глуден. То есть, нет смысла... То есть, была такая фича, что давайте мы на орках будем делать квест, отправлять эти итамы людям, и они будут в Глуден бесплатно телепортироваться. Там это в констпатик, да, такое обсуждалось. Но, как видите, к сожалению, нет. Только из орка деревни можно портануться туда. Так, мы сейчас поапаем уровни. Посмотрим, есть ли там еще какие-то квесты. Мне кажется, наверняка должны быть. Вот, и потом, после этих квестов, если они будут, посмотрим, что у нас, почем в магазин. Да, ребят, апнул я, в общем, 17 уровень. Ничего не получил... То есть, ну как, ничего не получил. Оббежал тут просто... Чуть ли не всех НПЦ, нету квестов. Апнул 21-й, тоже из новых, только вот... Ну, и то, новый на 19-м уровне. Это квест на профессию здесь берется. А у шаманов... Там путь шамана квест называется. Соответственно, нету даже вот пещеру в эту бегать. Как-то... Вот в эту пещеру... Как-то обделили очень сильно орков. Я не знаю, в чем причина. Почему так? Так, я бы советовал делать квесты на... В других локациях, да, в других расах. Наверное, это не так просто. Туда еще надо добраться. Но все же, если вы хотите чего-то большего... Ну, как-то орки по сравнению с другими расами выглядят странно. Так, зачем я у него квесты беру? Нет. Мне нужно сейчас посмотреть, сколько чего стоит. Кстати, квест вот на... Вот эти штаны, которые мы получили, там, где награда не определено было, да, он тоже повторяющийся, по всей видимости, там еще что-то можно получить. Так, давайте посмотрим. 684 адены обычные штаны стоят в магазин. Вот, они нам выпадали. Вот эта палка стоит вообще 34 адены, которая в самом начале нам давалась. Потом мы делали вот этот меч 1147 адены. И, по-моему, все. Амулет портала нисколько не стоит. Это все у нас старое. Вау, выбивали мы свиточек. 23 адены. Собственно, как-то вообще печально. Я не знаю, почему. Может быть, кто-то знает. В комментариях напишите, что там еще есть у орков. Да, еще просили смотреть, сколько это стоит. На самом деле, вот эта дубина стоит 883 адены, а вот этот меч стоит 62 тысячи аден. Так, он же такой же. Давайте смотреть. 17-12. Где он, где он, где он? А, нет, 14-11. Ну, это, видимо, какой-то особый меч. 14-11. Давайте посмотрим, есть такой у нас здесь. Купить для воинов. А так, 14. Вот это сколько? 11. Тубина 11. Серп 12. Это вообще двуручный меч. Это одноручный. Ну, в общем, тут нету такого. Тут такого нету. Есть похожий. А, ну и ожерелка. Ну, она там тоже, мы в прошлый раз смотрели, сколько она стоит. Она стоит мало. Мало-мало. 22 адены всего лишь. Как-то так. Спасибо всем, кто посмотрел. В следующий раз, скорее всего, будут темные эльфы уже. И я надеюсь, что там все решится. Вот, к сожалению, кто-то там кричал, гномов хочу. Но за гномов меньше всего, поэтому следующие. Далее будут темные эльфы. Ребят, спасибо большое. С вами был Люк. Подписывайтесь на канал Фогейма. Можете подписаться на мой канал. Заходите в нашу официальную группу ВКонтакте. Lineage 2 Classic. Что еще? Что еще? Смотрите наше видео. Вот. Что-то еще. А, ну, форум на Фогейме тоже есть. Lineage 2 Classic. Туда тоже можете заходить. Все. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Люк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok